Донской сфинкс В профиль кошки разных пород значительно отличается одна от другой. Вытянутый прямой нос ориентальной кошки может быть на целых 5 см дольше носика перса, который напоминает маленькую-маленькую пуговичку. Но как бы ни выглядел нос, он на протяжении всей жизни верно служит кошке, потому что является важным органом и началом дыхательной системы. Воздух, что вдыхает кошка перед попаданием в легкие, очищается и нагревается в носу. Кроме жизненно важного кислорода в тот же самый нос попадают и болезнетворные бактерии и вирусы, а иногда и разные народные тела. К счастью, кошачий нос является прекрасным биологическим фильтром, который не пропускает в организм большинство микробов. Микроорганизмы и пыль оседают на слезистую оболочку, а потом удаляются через нос. Кошка может вдохнуть инородные тела – травку, нить, мелкую рыбную косточку и даже насекомое. Тогда она начинает непрерывно чихать и тереть нос лапой. Чаще всего инородное тело выходит само по себе, но в некоторых случаях необходимо вмешательство. Но не стоит пытаться вытянуть его самостоятельно. Бывает такое, что кот, у них более повышенное восприятие запахов, может реагировать чиханием на хозяйский дезодорант, новое средство туалета и так далее. Но это тоже имеет свои последствия, поэтому сильно затягивать не стоит. Может аллергическая реакция превратиться и перерасти в отек легкого и так далее. Но бывают еще моменты, когда чиханием сопровождается инфекционное заболевание, такие тяжелые, как ринотрохеид инфекционный и панкилопения. Заражение происходит воздушно-капельным путем. Конечно, больше вероятность заражения те коты, которые ходят на улицу, но тем не менее воздушно-капельный путь при открывании, при перемещении механических, так скажем, переносчиков, те же самые сумки, обувь и так далее никто не запрещал. Некоторые инфекционные заболевания верхних дыхательных путей объединены в кошачий насморок. Его симптомы – чихание, кашель, воспаление глаз, повышенная температура, общая слабость и апатия. Выделение из глаз и носа сначала водянистые, а потом клейкие или гнойные. Часто животному трудно дышать через нос. Из-за этого ухудшается аппетит, ведь кошка не чувствует запаха еды. При первых признаках болезни, а особенно при повышении температуры, стоит обратиться к врачу. Запущенные респираторные инфекции могут привести к воспалению легких. На фоне кошачьего насморка может развиться и воспаление гайморовых пазух. Респираторные заболевания кошек по симптоматике и методам лечения похожи с человеческими. Ни в коем случае не стоит пытаться лечить кашлящую и чихающую кошку антибиотиками, которые, например, быстро помогли простудившемуся ребенку. Наилучший способ уберечь кошку от болезней – своевременная вакцинация. Сегодня в программе мы расскажем, как надо собаке обрабатывать уши, как и чем, для чего мы уже выяснили, а вот как, каким образом, мы сейчас покажем. Вот открыли ушко. Если по породе положено, чтобы здесь была подстрижена, вот как у нас у спаниеля, естественно, мы это подстригаем. Я это беру филировочными ножницами, делаю. Аккуратненько, опять же, видите, делается это параллельно. У собаки есть тоже мочка, да, как и у человека. И еще у них есть так называемое вот здесь вот ложное ухо. Как бугородчик такой, да, его можно… Иногда у них бывают так называемые сережки, то есть отросты от уха небольшой. Это надо сначала все прощупать рукой, чтобы вам ничего не мешало, естественно, чтобы вы ничего не задели, когда стрижете. У кого дома есть машинка, лучше это делать, конечно, машинкой. Машинка тоже какая-то должна быть специальная? Для стрижки животных, да, человеческая не подойдет, потому что у человека волос более жестче, и машинка не так и заточена. Собачий более мягкий волос, и машинка должна быть мощная, минимум 15 ватт. А человеческие все 10, они не берут. А я вот знаю, что есть такие породы собак, у которых прямо внутри уха растет шерсть. Да, это йорки, поделя, шицу. У них в ушном проходе, прямо вот там внутри растут волосы. Берем пинцет, обычный пинцет, обрабатываем его, конечно, чтобы он был чистым. Если волос там сидит жестко, то есть специальная пудра, она улучшает сцепление пинцета и волоса, он не будет скользить. И обеззараживает еще там волос, да. То есть обновленный тальк не подойдет? Подойдет. Подойдет. Тальк? Тальк, а лучше детский, да, знаете, для попок детских. Ну и вот, можем вот так вот насыпать. Ничего страшного? Нет, нет, нет. Это не вода? Нет, это не вода, это она потом все, она вытряхнет. И берем аккуратненько, и просто аккуратненько вот так вот вырываем. Зацепим по несколько волосинок. Не берите все скопом, это как весь веник, нельзя поломать, а по одному прутику можно. Точно так же здесь. Это для того делается, смотрите, если там много волос внутри, ухо не проветривается, там скапливается сера. Теперь сама чистка уха. Существуют так называемые лосьоны для чистки ушей, они разные бывают, разных фирм. Можно купить, можно купить. Да, они так и называются, лосьон для чистки ушей, есть гель для чистки ушей. В обыкновенной аптеке. В зоомагазине они продаются, вам такой бутылочки на одну собаку, куда натре хватит. И несколько капель вы сюда капаете, она маслянистая жидкость, прям внутрь. Капнули и промассировали основание уха. Внутри там сера, мы внутрь не лезем. Она размягчается, когда собака трусит головой, она вылетает вот сюда. И потом вы просто берете ватку, спонжик и вот так вокруг вот так вот взяли и вытерли. То есть в ухо собаки лезть ни в коем случае нельзя. Не забывайте, у собак нет барабанной перепонки, полезете туда и долезете прямо до мозга. Это опасно. Все осталось вот на ватке. Ну а в следующей передаче мы поговорим о том, как надо ухаживать за глазами вашего домашнего любимца. Независимо от того, кот это или собака. Сегодня в программе мы расскажем об очень необычной породе кошек в Донском сфинксе. Донском сфинксе. Донской сфинкс. Ну при чем тут Дон и сфинксы? Но если узнать историю породы, то все становится ясным. В феврале 1986 года Елена Ковалева спасла котенка, над которым издевались мальчишки на улице, и приютила у себя. Эта кошка, которую назвали Варварой, с возрастом стала терять шерсть, оставаясь при этом совершенно здоровой. Ее дочку подарили Ирине Немыкиной. Эта кошечка, которую назвали Читой, тоже стала терять шерсть. Именно она стала матерью-основательницей целых двух пород – донских сфинксов и петерболдов. Нелегко пришло официальное название к донскому сфинксу. Много споров вызывал тип будущей породы. Допустимые окрасы – породы, с которыми можно вязать донов для расширения генофонда. Не сразу сложилось и название породы. Ведь новая кошка должна была получить название, которое отражало и местный патриотизм. Необходимо было учесть и существующие аналоги. И, естественно, хотелось, чтобы это название красиво звучало. Это оказалось не таким простым делом. Каких только вариантов не было – и ростовчанка, и казачка, и ню, и одуванчик. Был вариант и русская бесшерстная. Но мешало то, что уже более ста лет существовала порода русская голубая. Кроме этого, и бесшерстность первых донов была достаточно спорной. Ведь абсолютно голых кошек было тогда совсем немного. К тому же, наряду с голыми особями, в породе полноправно существовали и велюры, и браши. Как бы смотрелось русская бесшерстная в солидной шубке? Пока судили и рядили с названием, как-то само сложилось и вышло в обиход название породы, которую иногда называли донами, иногда бесшерстными или лысыми, а то и просто лысаками. Но на своеобразном конкурсе официальных названий породы победил вариант, предложенный Ольгой Мироновой – донской сфинкс. А какие еще сфинксы бывают? Есть канадские, наши донские, петербургы есть. А чем они отличаются друг от друга? Ну, во-первых, откуда они произошли, происхождение, естественно, ну и внешний вид. Отличаются полностью мордочками, глазками, ушками. Размерами, наверное? Размерами отличаются. Резиновый – это полностью резиновый котенок, сладенький-гладенький. А флоковые, у них отсутствует шерсть, и на ощупь они совсем другие, тоже голенькие. Ну, на ощупь другие. Да, да, флоковый котеночек рождается, он рождается с маленьким волосом, то есть покрытие у него буквально до 2 мм, которое потом выпадает, и тело будет полностью голым. Вот, рождаются, которые брашивая, они с волосинками, то есть до года может выпасть волосина, может быть, остаться. То есть он будет просто брашивая котенка. Если эта волосинка остается на котике, он остается таким же гипоаллергенным? Люди, которые страдают аллергией, показаны эти коты, или все-таки должны быть только лысы? Ну, что сказать по поводу аллергии, это если у вас аллергия на шерсть, допустим, или же я у человека аллергия на шерсть, тогда можно купить лысого котенка, и у вас не будет этой проблемы. А если аллергия на что-нибудь другое, или же она тут же перхоть, то есть все животные, у них у всех есть перхоть, то есть прежде чем купить, он должен узнать, точно уточнить, на что у него есть. Удивительная порода. Она поражает вас не только с первого взгляда, но и дальнейшей жизни. Сначала, разумеется, поражает отсутствие шерсти и инопланетное обличье. Потом, когда начинаешь сматриваться и знакомиться ближе, поражает взгляд. Затем ручки-ножки, дальше характер, и в итоге всю оставшуюся жизнь это все вместе. При первом знакомстве донской сфинкс встретит вас настороженно любопытным и чуть робким взглядом, ведь он знает, какое необычное впечатление производит на людей его внешность. Люди не перестают вести себя смешно, встречая этих замечательных во всех отношениях животных, но познакомившись поближе, ощутив тепло бархатистой кожи в мягких складочках и поняв добрый и общительный характер донского сфинкса, многие на всю жизнь остаются верными этим кошкам. Надо ли утеплять этих животных? Ну, вообще животное таким рождено, ему как бы нормально. Температура 25 в квартире у меня есть, в два раза более. То есть их это устраивает. Ребенок не мерзнет. То есть они не мерзнут. Если вдруг холодно, можно одевать кофточки, есть специальные одежки, какие угодно. Можно пошить самому, можно купить в мае средние. Несмотря на свою теплокровность и наличие батареи отопления в квартире, этих бесшерстных созданий надо одевать. Пошив одежды одинаков для всех, неважно, кот это или собака. Правила обмера животного едины. Сегодня в нашей программе Виктория расскажет, как надо, каким образом надо правильно, грамотно измерять собаку. Обмерять я так правильно, да? А вот как раз и наш клиент. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы к вам. Итак, обмеры у нас начинаются с длины спины. Лаша у нас очень хорошая девочка покладистая, на ней будет очень хорошо видно. Начинается от шейки. Снимается мерка, где головка поднимается вверх, идет угол. Вот он, вот отсюда у собачки. Солошенька, стоять, солнышко. Вот. Отсюда и до начала хвостика. Лаша очень хорошо хвостик держит. То есть вот здесь до начала хвостика. Глашу не терпи, ровненько, стой. Дальше идет следующий размер. Это окружность шейки. Очень многие делают ошибку. Шейку меряют. Глашенька, стой, солнышко. Шейку меряют вот здесь, где ошейник уже. Это неправильно, это очень маленько. Шейка меряется. Вот здесь, если вы пощупаете суставчики, вот здесь плечевые, то шейка меряется над плечевыми суставами. Потому что любая одежда, которую вы пошьете, сядет на эти суставы. Вы обмеряете в свободном состоянии. Вот. Заложили сантиметр. И смотрите. 38 сантиметров. Это у нас окружность шейки. Следующий обмер. Окружность груди. Под передними лапками. В самом широком месте. Жарко, Глаши. Жарко. Да, да. Вот в такой свободном состоянии вот этот обмер идет. Вот он идет у нас 57 сантиметров. Это три основных размера, с которыми вы можете уже идти в магазин и выбирать одежду. Вы будете точно знать. То есть любая одежда, которую вы возьмете в магазине, вы берете эту одежду, вот так выкладываете. Вот. И меряете длина спины. У вас идет по молнии. От начала молнии и до конца молнии. Это длина спины. Дальше вы берете, разворачиваете одежду, вот, и меряете окружность шеи. Но здесь один нюанс. Окружность шейки, которая в одежде должна быть на 2-6 сантиметров больше, чем окружность шеи вашей собаки. Потому что идет на размер, еще немножко идет сантиметров, на объем. Вот здесь вот от молнии до молнии вы меряете. И получается, что вот если тонкая одежда, вам надо практически взять на пару сантиметров больше объем шейки. Как бы, свобода будет маленькая. Если же вы берете зимнюю одежду, возьмите 4 для маленькой породы сантиметра, а для большой породы 6 сантиметров свободы по шее. И окружность грудки вы меряете. Можете взять вдвое. Вот так. Вот, берете. Под грудкой. И меряете. Вот в таком состоянии. Вот будет ваш размер. Умножаете на 2. И у вас получается объем груди. Тот объем груди, который вы обмерили, надо прибавить для маленьких пород 4 сантиметра минимум, 6 сантиметров максимум. Маленькие породы это йорки, тойтерьеры, чихуа, малыши. Для вот таких собак надо добавить 6 сантиметров, а то и 8 сантиметров в сезимняя теплая одежда на объем. Иначе вы возьмете объем, который вы померили, придете домой, оденете собаку, а она у вас будет как в трико. Вся затянутая, плотненько, обтянутая, и ходить она у вас не сможет. Виктория, скажите, пожалуйста, вот 3 размера, да, 3 обмера, 1, 2, 3. А вот я вот обратила внимание, ну, лапки там, наверное, тоже надо, как, собаки разные бывают. У кого-то лапки подлиннее, у кого-то лапки покороче, независимо от породы. Не все же мы стандартные. Производители, кто делает одежду для собак, они прекрасно должны учитывать, что длина лап у мопса вот такая, у там, спаниеля повыше, у такси маленькая. То есть, все равно какой-то определенный средний стандарт есть. Да, для лап есть. Единственное, что, как бы, в магазинах не очень там можно выбрать, это на маленькие породы. Йорки, чихуа, тойчики. В чем там проблема? Размер один, может быть, грудка один, шейка один, а йорки низконогие, а тойтерьер высоконогий. Ну, что же, собачку мы сегодня обмерили, поняли, какие должны быть у нас размеры. В следующей передаче мы расскажем, начнем, вернее, с азов пошива для собак одежды, но и параллельно, наверное, все-таки мы будем шить, да, какую-то... Обязательно. Мы будем шить одежду для нашей модели, ну, не зря же мы ее, в конце концов, обмерили сегодня, и покажем, что можно сделать для вот этой прекрасной собаки. Мы возвращаемся к нашим инопланетным созданиям под названием Донской сфинкс. Очень важно следить за тем, чтобы Донской сфинкс чрезмерно не увлекался солнечными ваннами. Как и другие кошки, сфинксы просто обожают загорать, однако переизбыток солнца для них вреден. Конечно, уход за Донскими сфинксами весьма специфичен и отличается от ухода за другими породами кошек, но назвать его сложным никак нельзя. Ввиду отсутствия шерсти, основного ухода требует кожа Донского сфинкса. Ее железы выделяют особое защитное вещество, и чтобы избежать скопления грязи и неприятного запаха, кожу необходимо регулярно протирать влажной губкой. Также кошку нужно периодически купать, используя для этого мягкие шампуни. Насколько у них крепкое здоровье? Или все-таки у них есть какие-то склонности к заболеваниям, и если есть, то какие? Вообще, они хотя и лысенькие, голенькие, они вообще с нормальным крепким здоровьем. Судьба Донского сфинкса – это история о том, как благодаря теплому человеческому отношению получился добрый и деликатный кошачий характер. Донской сфинкс обладает большой выносливостью, стабильной нервной системой, прекрасно дружит с детьми и другими животными. Эти кошки легко учатся ходить в туалет, очень неприхотливы и чистоплотны. Очень добрая, покладистая, мягкий характер. То есть у всех, как и коты, так и кошки. Даже вот в своей практике, в своей жизни, сколько я встречала донских, и ни разу мне не встретился ни один, тот, который был бы злой. За этой породой большое будущее. Устоять перед магическим обаянием Дона невозможно. И, возможно, скоро наступит время, когда самой популярной породой будет не британская короткошерстная, не шотландская веслоухая, а порода со странным и интригующим названием – Донской сфинкс. И если кто-то еще не проникся сдержанной изысканностью линии Дона, то перед его характером не устоит никто. Как мы выяснили в прошлых выпусках программы, подобрать лампы освещения и модель обогревателя для аквариума особого труда не представляет. Намного сложнее дело обстоит с подбором фильтра. Простейший аквариум классической формы вполне может существовать без этих устройств, но состав и количество рыб в нем будет ограничены. Кроме того, чистить такой аквариум придется значительно чаще. До начала 80-х годов в аквариуме стеки применялись только компрессоры, которые подавали в воду струю пузырьков воздуха. Основное применение их было снабжение рыб кислородом. К сожалению, у воздушного компрессора есть существенный недостаток – это шумность, из-за чего их постоянная работа в жилых помещениях не всегда возможна, поэтому в современных аквариумах их устанавливают все реже. Но если вы приобрели воздушный компрессор, то помните, важное правило – устанавливать его надо обязательно над аквариумом. На смену воздушным компрессорам пришли высокоэффективные и очень надежные помпы, представляющие собой турбины, сердечник которых вращается в магнитном поле. О том, какую выбрать систему фильтрации для аквариума, мы сегодня и поговорим. Фильтр нужен для очистки воды в аквариуме. Компрессор же нужен только для того, чтобы в аквариуме был хороший кислородный режим. Это называется продувка вашего аквариума. Для чего приобретается фильтр в аквариуме? Это просто жизненная необходимость. Без фильтра аквариум жить не будет. Для того, чтобы фильтр работал правильно, его нужно правильно установить. Фильтра бывают разной конструкции, но все они предназначены для одного и того же. Фильтра бывают разные конструкции. Самые распространенные и всем известные – это фильтра внутренние, фильтра выносные, фильтра так называемые, картриджные. Ценовая политика фильтров и вообще аквариумного оборудования очень разная. И разница в цене, например, Германия и Китай. Китай будет дешевле стоить раза в три, но работать он сейчас, на данный момент, будет ничем не хуже. Фильтры для аквариумов бывают двух типов – внешние и внутренние. Остановимся на их недостатках и достоинствах. Начнем с плюсов. Во-первых, внутренние фильтры по структуре несколько проще от внешних. Во-вторых, их более легко чистить. В-третьих, они более доступны по цене. Минусы в том, что возможности внутренних фильтров ограничены. Да и наличие достаточно большого предмета в аквариуме вряд ли украсит его. И все же внутренний фильтр чудесно очищает воду от зеленых частей, перемешивает ее и обогащает кислородом. Внешние фильтры устанавливаются за или под аквариумом. И соединяются они шлангами. Поэтому к их положительным качествам следует отнести то, что техническое оборудование в аквариуме незаметно. Из чего же состоит такой фильтр? Фильтр FLUVAL 404. Очень хорошая вещь. Для больших аквариумов показываю, из чего он состоит. Это так называемая головка. Сам механизм работает здесь. Эмплеллер стоит, который разбирается вот так. Конструкция как бы простая. Это все в процессе работы. Нужно будет обслуживать его по простому, скажем, чистить. Фильтрующий материал в этом фильтре находится в емкости. В этой емкости картриджи с фильтрующим материалом. Работать с ним, с этим фильтром легко и просто. В этих картриджах находятся еще фильтрующие материалы. Материалы. Все это нужно для очистки воды. Заполнить можно еще также активированным углем. Активированный уголь находится в таких мешочках, чтобы он рассыпался. Некоторые модели внешних фильтров даже имеют встроенный автоматический подогреватель воды. Такие фильтры имеют большие возможности. С точки зрения производительности их подбирают так же, как и внутренние фильтры. По-видимому, наибольший недостаток внешних фильтров – это их цена. Они слишком дороги. Хотя надо отметить, что эти системы очень надежны и работают свыше 10 лет. Хочу дать совет начинающим аквариумистам. Фильтр и компрессор в аквариуме должны работать в круглосуточном режиме. Очень часто люди делают одну и ту же неправильную ошибку. Выключают на ночь, либо уезжая из дома, оборудование в аквариуме. А если оборудование в аквариуме выключено, рыбки в аквариуме и весь аквариум, даже та же вода, жить без этого оборудования не будут. Не забывайте, что при уборке аквариума, во время уборки аквариума, нужно обесточить все электроприборы в аквариуме. Тогда только опускать туда руки, потому что это вода, а электроприборы – это электричество. Всю технику, которая устанавливается в аквариуме, следует обязательно периодически осматривать. Лучше это делать во время регулярных чисток, которые в свою очередь стоит проводить каждые 7-10 дней. Редактор субтитров А.Семкин